Привет, друзья! Вы на канале Секретные рецепты. И сегодня я вам расскажу про свой любимый соус к мясу, к холодцу, да и просто так, на хлебушек намазать и покушать. Готовится буквально за 5 минут, а вкуснотища готовится из растения, которое многие считают сорным. Но многие это растение недооценивают, потому что оно очень полезное. А такой вкуснейший соус вам обойдется вообще бесплатно. Вот корни этого растения. Это корни хрена. Растет повсеместно. И в этом ролике я расскажу все свои секретики приготовления соуса из хрена. Обязательно досмотрите это видео до конца. А кому не жалко, поставьте лайк этому видео. Итак, корни хрена нужно выкопать, вымыть и почистить как морковку. Далее натереть на мясорубку. Итак, секрет номер один. При натирании на мясорубку хрен выделяет эфирные масла, которые очень жгучие. Поэтому на горлышко мясорубки наденьте просто пакет. Я люблю соус, который не очень острый. Поэтому секрет номер два. Если вы также хотите, чтобы соус получился не острый, вы натерите на мясорубку и оставьте на три дня в холодильнике в закрытой емкости. Будем готовить соус васаби, а он зеленого цвета. Для этих целей нужно нарвать листья хрена. Секрет номер три. Обязательно отделите стебли листьев, иначе соус получится грубый. Перетираю листья в блендере. Секрет номер четыре. Вместо обычной воды добавляем соус из маринованных огурцов. Так вкуснее. Сначала перетираем листья, а затем к этим листьям будем добавлять хрен. Вот такого цвета получается однородная консистенция. Добавляем к ней хрен. Примерно 250 граммов. Следующий секрет. Солить такой соус не нужно. А добавляем только сахар. Две чайные ложки. А можно и четыре. Так будет еще вкуснее. Соль не добавляю, потому что в рассоле от маринованных огурцов соль уже есть. Следующий секрет. Сколько ложек сахара, столько ложек и уксуса. И хорошенько все перебиваем минуток пять на блендере. Ну вот, друзья, вкуснейший соус к мясу готов. Это васаби. Осталось приготовить только шашлычки. Как видите, готовится очень просто. Обожаю его. Ну что ж, намажем на хлебушек и попробуем. Ну, а пока я намазываю, если вы так же, как и я, любите готовить, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять этот и другие мои рецепты. И да, храним такой соус в небольших баночках обязательно в холодильнике. Ммм, друзья, я тут попробовала. Это божественно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!